Я снимаю, снимаю, снимаю. Мы снимаем, мы снимаем. Было страшновато, когда стреляли. Страшно было. Дороги ужасные, зарплаты маленькие. Как-то так. Украина на сегодня из 137 тысяч квадратных километров и морских акваторий суверенных. 100 тысяч. Она не контролирует. Это территория Певденной Кореи. РОСИЯ! РОСИЯ! Это Донбасс Реалии. Я Ловкостек. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о жизни на оккупированном Донбассе. Сегодня репортаж из Новоазовска. Города на берегу моря и практически на границе с Россией. Райцентр перешел под контроль группировки ДНР в августе 2014-го. И с тех пор информации о нем очень мало. Как близость России влияет на жизнь этого небольшого городка? И почему в Новоазовск больше не приезжают отдыхать на море? Ветряки на горизонте и огромные поля вокруг. Это дорога в Новоазовск. Город на берегу Азовского моря. Новоазовское море – это вся жизнь моя. Ну, это ж моя жизнь. Я ж тоже родился и живу, и буду жить. Как-то так. Без моря я не могу. Это сейчас, конечно, не то, что было раньше. Раньше это было море. Мы полоскали горлышко, а теперь очень опасно. Новоазовск находится всего в 10 километрах от границы России. До Мариуполя чуть больше 40 километров. Визитная карточка города – МиГ-17 на постаменте. В честь советских летчиков, участвовавших в освобождении Новоазовска, на местном рынке в глаза бросается вяленый судак из Азовского моря. Продавцы неразговорчивы. Как ловят рыбу, рассказал местный рыбак. Это все договорено, конечно, и с другой стороны, надо это все рассказывать, допустим, ну, как говорить военнослуживым ребятам, которые, допустим, находятся рядом с берегом моря, допустим, вот, прозвонили, мы вышли в море. Вот, выходим с моря, допустим, тоже самое звон идет. Вот, каждый раз. Контроль над Новоазовском Украина потеряла в конце августа 2014-го. Активные бои тогда продолжались несколько дней. Новоазовск обстреливали, что-то там по краям доставалось. Так что, а так, на таможне что-то там было на границе. Была, конечно, паника. Было страшновато. С маленьким ребенком, когда стреляли, страшно было. Страх был, да. Да. Я работала в Седово, ехала домой, и в автобусе, говорят, через полчаса будет обстрел. И переживала, конечно. Сын у меня в МЧС работает. Вот, говорит, мам, только в подвал не бейте, потому что никто раскапывать не будет. Я снимаю, снимаю, снимаю. Мы снимаем, мы снимаем, мы снимаем, все, давай. Град с Россией, хуйня. Согласно данным исследования Балинкет, кроме обстрелов с территории России, в те дни зафиксировано также вторжение бронетехники, но не в районе пункта пропуска, а севернее Новоазовска, вблизи сел Щербак и Маркино. Донбасс-Реалии, побывали в Маркино, боев в самом населенном пункте не было. Сейчас люди живут обычной сельской жизнью. Близость к границе накладывает свой отпечаток на жизнь в Новоазовске и селах вокруг. Местные жители часто ездят в Россию, говорят, продукты там дешевле в два, а то и два с половиной раза. Ездят и скупляются, и мы туда ездим. Часто? Мы не часто ездим, потому что мы уже старый сынок, а молодые ездят и скупляются туда. Что покупают? Ну что, что кому надо, то и купляют. Одежду, обувь, вот так. В Россию легко уехать, у нас ходит, на Вазоста, Анро ходит, маршрутка, нормально все. На таможне не очень долго. Я, по крайней мере, мы стоим от силы 20 минут там, 20 минут там все. Очень быстро. Когда как, какое время года, потому что то люди на отдых едут, то еще что-то так. Бывают очереди большие, что 4 часа и 6 стоишь. Ну так час-полтора, два, когда как. Скупиться в основном. Ну, вещи, еду, как-то так. Там все качественно, не дешевле. Запчасти в основном тоже. Жизнь, конечно, у нас сейчас сложная. Очень сложная. У нас цены очень дорогие. Мород как бы не курортный, а цены у нас курортные. Новоазовск курортом никогда не был из-за особенностей местного моря. Оно очень мелкое. В основном отдыхать едут в соседнее Седово. Главный курорт под контролем группировки ДНР. Новоазовск это тоже курортная зона, только что здесь пляжи надо сделать нормальные. Здесь же море никакое. В основном едут в Седово, без именно у нас. А Новоазовск так, чтобы отдыхающие были, мы, я такого не знаем. Если кто и приезжает к родственникам, они все равно едут к нам, в Седово. Если раньше было, я работала вот здесь в магазине, у нас начинался май месяц. В магазин уже невозможно было зайти, потому что было очень много людей. А сейчас нам не едут, море грязное. Главное предприятие в Новоазовском районе – завод минеральной воды, аграрная фирма и птицефабрика. Подконтрольные группировки ДНР-СМИ часто показывают, как главарь боевиков Денис Пушилин посещает то или иное производство. Работают, да, нормально. Покупаем яйца, курим. Есть, есть молодежь. На тракторах роблют. Вот сейчас заехали город и пахают там. Есть, роблют все люди. Кто ездит в Новоазовск на хлебозавод, ездит там корови, что у нас тамечка, и птицефабрика. Ну, мне кажется, в лучшую сторону меняется все потихоньку. Что-то ремонтируется, что-то это. Ну, не все обхватывается, как хочется. В лучшую вряд ли. Дороги ужасные, зарплаты маленькие. Как-то так. Хорошо. Прекрасные. Если бы денег только давали, побольше всего-сего. Если бы не море и близость российской границы, Новоазовск ничем не отличался бы от остальных городов в оккупации. В центре здесь также стоит Ленин. Правда, этот памятник поставила уже группировка ДНР. Предыдущего вождя в 2014-м снесли проукраинские активисты, но менее чем через год его восстановили. В иннексированном России Крыму Украина потеряла не только флот, но и почти всю инфраструктуру военно-морских сил. До сих пор вопрос, на чем выходить в море, критический для моряков. Ведь обещанные катера от США и Великобритании вопрос хоть и недалекого, но будущего. Более того, эти же катера создают еще ряд вопросов. Где их разместить? Готовы ли принять пополнение Украина? И кто поможет в этом вопросе украинским МС? Американские Айленды, также американские катера Марк-6 и ракетные катера от Великобритании. Их украинские ВМС должны получить в ближайшие несколько лет. Максимальное количество может приблизиться к 30 единицам. Все это для украинских ВМС жизненно важно. Потому что Украина на сегодня из 137 тысяч квадратных километров и морских акваторий, суверенных, я звертаю увагу, суверенных, на которые распространяются суверенные права нашей державы, 100 тысяч, она не контролирует. 100 тысяч из 137. Это территория Певденной Кореи. Но флот начинается с берега. В аннексированном России и Крыму осталось не только большинство на тот момент самых боеспособных украинских кораблей, но и инфраструктура для них. Теперь ее используют для Черноморского флота РФ. Украинский флот сейчас сосредоточен в Одессе. От самого большого Гетмана Сагайдачного до малых бронированных катеров Гюрза-М. Корабли и катера там пришвартованы довольно плотно. С одной стороны, так может быть, но это все равно не очень хорошо. С другой стороны, надо понимать, что одна проблема пришвартовать мбаки, маленькие 54-классные катеры или Айленди, а другая проблема разместить там несколько судей, рівня Сагайдачного, Шостки, Балтий, Хрименка, которые очень большие и габаритные. При нынешних местах базирования им там тесно. Тому, например, в Одессе учебные катеры так и электр Шостка базуются не на войсковых причалах, а там сбоку, оскільки в практичной гавани им места нет. С 2014-го в Украине работают над расширением инфраструктуры для кораблей и катеров. Есть две военно-морские базы. В Одессе юг, в Бердянске будет восток. Но кроме этого есть пункты базирования. В Черном море это порт Южный и Очаков, в Азовском – Мариуполь. Если мы рассматриваем восстановление флота, и мы берем корабль, или катер, и сплачивает государство за него, то это только 30% того, что вытратить государство на его поддержку. То есть, другие 70% – это как раз пойдет на военно-морскую базу, которая будет корабль тримать, ремонтировать, готовить экипаж, обеспечить им отдых. Летом президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бердянск. Здесь построят одну из двух новых баз ВМС. Вторая будет на Черном море, в Очакове. Так вот, бюджет базы на Азовском море, где хотят базировать 12 катеров Гюрза М и Марк-6, более полумиллиарда гривен. Ее хотели построить к концу следующего года. Создавать морскую инфраструктуру Украине помогают, к примеру, американские военные. Среди прочего, в Очакове должны построить пирс. За последние два года стройбаты ВМС США соорудили ангар технического обслуживания катеров для поддержки совместных многонациональных учений и оперативный центр ВМС, который, как ожидается, будут использовать в повседневных операциях и будущих учениях, таких как Сибрис-2021. Кроме того, ранее, в этом году военно-морские строители США провели оценку место строительства будущей базы ВМС, чтобы помочь украинскому флоту в проектировании и планировании. Кредит более чем на миллиард фунтов от Великобритании – это еще одна возможность для украинских военных моряков. За эти деньги частично будут развивать береговую инфраструктуру, рассказал Донбасс-реалии посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко. Говорит, британские специалисты как раз выезжают в Украину для оценки будущих мест строительства. По соглашению, два ракетных катера из восьми должны заложить в Великобритании. В случае с инфраструктурой та же история. За британские деньги часть подряда должны получить британские компании. Но эта доля невелика. Насколько швидко мы сможем побудовать, это будет зависеть от большинства производителей из украинского боку. Потому что за условия британского кредита нам нужно хотя бы 20%, чтобы британская компания долучилась до выполнения работы. 80% украинская сторона может покрывать за свои возможности. Все эксперты акцентируют на том, что военно-морская база – сложный, технологичный и дорогой объект. Его надо строить с четким пониманием того, какие корабли и катера там будут базироваться. От этого, к примеру, зависит очень важный момент – электропитание кораблей, к которому их будут подключать после причаливания. Этот электричный ток, который проводят дизель-генераторы кораблей, он гораздо ценнее, чем электричный ток, который идет с бережья. Согласно стратегии развития ВМС до 1935 года, Украина решила развивать москитный флот, то есть небольшие платформы с мощным вооружением. Ракетные катера, к примеру. В то же время командование флота до 1925 года хочет построить один корвет. Хотя, согласно той же стратегии, введение в строю этих более дорогих кораблей намечено ближе к 2030-му. Украинский корвет Владимир Великий строят с 2009-го и шесть лет работы не финансируют. Совсем недавно начали рассматривать новый вариант построения таких кораблей – сотрудничество с Турцией и использование их разработок. Еще детальных перемогов не было, что первый корвет может быть выготовлен за участью нашей на территории Туречкина, а все наступные уже будут выготовляться на украинском предприятии. Тут у нас в Украине, а не в Туречке. В сроки постройки украинских военно-морских баз называть никто не берется. Этот процесс сильно зависит от финансирования. Именно денег украинской армии всегда не хватает, ведь надо все. Вот поэтому безопасность на море – это вопрос приоритетов. Как тратить тот ресурс, который есть? Приднестровье, Грузия, Украина, а теперь за один год политические кризисы в Белоруссии и Кыргызстане, а также полноценная война в Нагорном Карабахе. Кольцо конфликтов вокруг России постоянно расширяется, и не похоже, чтобы Кремль был к этому готов. Как Москва теряет статус регионального лидера, и как это отразится на ситуации внутри РФ, разбирался Андрей Дегтяренко. Бишкек, столица Кыргызстана, октябрь 2020-го. Парламентские выборы закончились массовыми антиправительственными протестами. Демонстранты захватили офис президента, здание парламента и правительство республики. Президент Соуронбай Жеренбеков подал в отставку. События в Кыргызстане, политический кризис и насилие в Беларуси. Полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В 2020 году пояс конфликтов на постсоветском пространстве значительно расширился. А ведь никуда не делись Донбасс и аннексированный Крым, Абхазия и Южная Осетия. В центре находится путинская Россия, чья роль в разжигании многих из этих конфликтов несомненна. Но способен ли Кремль управлять ситуацией сегодня? Ну лет пять назад можно было говорить, что ну вот Владимир Путин выстраивает какой-то такой сильный региональный блок там, да, из постсоветских государств в этой своей Евразии. Вот он рассчитывает потом на какие-то новые, новый какой-то там Ялтинский мир что ли и так далее. Такая была схема. Но теперь когда мы смотрим, мы видим, что во-первых, никакого регионального блока у него нет. Наоборот, последние пять лет вся евразийская интеграция у Кремля, она стагнировала. То есть в каких-то аспектах она просто разрушена, руинирована. Вторжение в Украину, а потом и победоносная война в Сирии. Парадоксально, эти кампании лишь осложнили для Кремля отношения с соседями по постсоветскому пространству и развязали руки другим игрокам. Получил ли что-то Путин всерьез от своей операции в отношении Крыма или Донбасса? То есть где здесь внешнеполитические бонусы? Результатом Сирии, это все хорошо видят, является только то, что Путин открыл двери Турции. И теперь пожинает плоды ситуации, при которой Турция вышла на арену, она теперь играет везде. Значит, у нее там эсминцы против Кипра и Греции, у нее поддержка Азербайджана теперь на Южном Кавказе. А вот у России руки связаны. Любое вмешательство в дела соседей может привести к нежелательным последствиям. Естественно, что очень сильно в Москву беспокоит вмешательство Турции на стороне Азербайджана. Но с другой стороны, помогать как-то открыто и сильно Пашиняну тоже не очень хотят, потому что Пашинян как раз с точки зрения Кремля не очень лояльный лидер. Он пришел в власть, тут очень важный момент, что он пришел в власть на фоне народных протестов, это связано с страхом перед цветными революциями и так далее. Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций. И мы обязаны сделать все необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России. С точки зрения Кремля, эти события, конечно, укладываются в такую идею дуги нестабильности, что это какие-то такие зловредные инспирации идут по всем, значит, с юга, с севера, с запада и так далее. Все это направлено, естественно, против России, конечно же. И это усиливает такую геополитическую паранойю режима. Это очевидно. В частности, Лукашенко может быть обязан именно этой паранойи тем, что Москва в конце концов его поддержала. Для нас тоже очень-очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали. Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно. И, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. А в самой России многомесячные протесты в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. 10 октября неожиданно жестокий разгон ОМОНом по минскому сценарию. Вам не стыдно, что вы бьете местных людей. Кто кого бил? Ваши ребята, по сигналу. Какому? 1 ноября президентские выборы прошли в Молдове. Участки открылись даже в Приднестровье. По мнению оппозиции, это могло привести к фальсификациям в пользу пророссийского кандидата, действующего президента Игоря Дадона. А значит, есть риски нового конфликта в еще одной постсоветской стране. В Украине прошли местные выборы. Предсказуемо, что такое событие не смогли пропустить ни прокремлевские СМИ, ни подконтрольные боевикам телеканалы. Чьим победам и поражениям радовались российские пропагандисты и какой пункт вопросов президента Зеленского вызывал самое бурное обсуждение. Расскажет Ольга Теребинская. Выборы, выборы, кандидаты все страннее. Шесть уголовных дел открыты на Украине после двух часов голосования на местных выборах. Теперь к событиям на Украине. Местные выборы, как, впрочем, и любое важное событие в Украине, российские пропагандисты стороной не обошли. Конечно, это не президентская гонка, которой прокремлевские СМИ посвящали целые программы, но и на эту тему времени не пожалели. Первое, чему радовались как в России, так и на телеканалах боевиков, это, скажем так, результатом партии украинского президента. Многие описывают, как полный провал первые итоги выборов для Владимира Зеленского. Кстати, местные выборы показали, что зеленая команда абсолютно чужая на празднике украинских элиток. Не жалели фантазии и на то, как лучше донести российским зрителям, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия Европейская Солидарность получили немало голосов избирателей. Самое страшное, это то, что вот эту кровавую, абсолютно жуткую абразину Порошенко вы не просто обратно втянули в свою политику, но вы ее укрепили до размеров и подняли ее до размеров серьезной угрозы для Украины. В России искренне радовались победам оппозиционной платформы за житя, ведь эта партия активно высказывается за восстановление экономических отношений с РФ. Их кандидат, ну теперь их, когда-то он был, конечно, я думаю, из партии регионов, вышел, может быть, вышел во второй тур и будет бороться за должность мэра против Кличко, хотя разрыв там гигантский, но еще надо, чтобы не смухлевали. Наелись украинцы, и Порошенко, и Зеленского, всего наелись, хотят стабильности и дружбы с Россией. Но вот боевики в любви ОПЗЖ к оккупированному Донбассу сомневаются. ОПЗЖ трудно заподозрить в искренних симпатиях к Донбассу, разве только в бизнесовых. И партия мира, она лишь условная. Ну и там, и там очень волновались за партию пророссийского блогера Анатолия Ширия. Очередные предвыборные стычки в Одессе члены неонацистского национального корпуса напали на предвыборную площадку политической партии Анатолия Ширия. Известно, что указания на массовые столкновения и побоища лично отдал глава МВД Украины Арсен Аваков из-за высоких рейтингов среди избирателей партии Ширия. Самый удивительный результат, это, конечно, в Мариуполе, где действительно могут пройти только три партии, из них третья партия – это партия Ширия. Шириевцы вошли в политику дерзко, что называется «с ноги». И сводили все это к тому, чтобы в очередной раз подчеркнуть – Россия едина, в Украине раскол. Зеленскому не удалось сшить страну. Направду, да, это бажа незадейственная, когда начинают подсвечивать проросійських політик в Украине, зловтешаться ситуацией и радить их локальным, так званым, перемогам. Фактически, таким чином Российская Федерація намагается экспортировать русский мир и подсилювать тех, кто занимается таким эксплуатом. Звісно, это гибридные впливы. Сучасная война складается исключительно на 20% из милитарных средств и инструментов, собственно, прямо и агрессивной войны, и на 80% из информационной, святоглядной, культурной и других компонентов, которые относятся до мягкой силы, собственно, не військовых средств ведения войны, в том числе и правовая и экономическая складовая. Поэтому, конечно же, Российской Федерации нужны в Украине свои субъекты в политическом поле, которые будут задавать тот порядок день, который необходим для того, чтобы экранизировать уже наявный сценарий пропагандистский в самому Кремле, в украинском политическом, медийном средствах. Конечно, кремлевские СМИ обратили внимание на низкую явку и активистку ФМН. Ну что ж, еще не вмерло. Итак, в Украинской колонии прошли так называемые выборы. До 2014 года они были бы просто недействительными, потому что явка на них была... Очень мизерная. Напугать голову короля голой феминистской как бы невозможно. А нарушения на участках и после их закрытия внезапно стали массовыми беспорядками. Ну и тут, к слову, пришлось напомнить, как же опасно жить в столице Украины. Говорить о том, что в Киеве можно жить спокойно не приходится, потому что всего за одну ночь зафиксировано ни одно преступление. А на Крещатике можно спокойно употреблять спиртные напитки, о чем свидетельствуют урны, переполненные бутылками. И перейдем к самому интересному. К вопросам президента Украины, на которые предлагали ответить на выходе из избирательных участков. Но вот как-то из всех пяти российских пропагандистов заинтересовал только один. 70% проголосовавших сторонников президента хотели бы законно курить траву. Идея выглядит опасной со всех точек зрения. Но когда Киев это останавливало? Ведущие не стали уточнять, что речь шла о легализации канабиса в медицинских целях. Привернула мою увагу теза Маргариты Симоньян, яка сказала, что, посвящаясь на него, как надоконанный факт, ніби це правда життя, сказала, что это показывает, что мы с украинцами не брати. Так, извините, две тези. Первое, это то, что они будут говорить о том, что Влада Зеленского и Влада Порошенко. А второе, что, на мою думку, может быть более загрозливым, это то, что они готовят снова свое суспільство до войны. Називаясь не братами, не людьми, карателями, порушниками. Вот и получается, неважно, что на самом деле происходит в Украине. Любое событие российские СМИ перекручивают так, как им надо. И в итоге украинцы опять враги. А когда под боком такой враг, то уж тут не до проблем в самой России. Таким получился выпуск сегодня. Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Ютуб, чтобы не пропустить следующие. И помните, мы говорим о Донбассе то, о чем молчат другие. С вами был Ловкостек. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин